Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим об интересной демографической теме, а заодно исследуем миф о огромном количестве людей, которые убиваются по средствам абортов. Исследуем причем с помощью математики, а не какой-нибудь, например, социологии. Да, кстати, недавно мы узнали, что наш любимый православный батюшка Дмитрий Смирнов пошел в отставку. Без его скандальных реплик будет скучно. Эх, это был не только оратор, которого было интересно слушать, но и великий мракобес. Мракобесие в РПЦ понесло невосполнимую потерю? Нет, к сожалению. Мракобесие несет потерю только тогда, когда наука и просвещение имеют успех. Потому что мракобесие – это борьба против науки и просвещения, когда вместо научных знаний приходят мифы, суеверия и прочая такая... Всякая ерунда. Ну да. А еще священник Дмитрий Смирнов – один из первых и самых ярких борцов против абортов. Ну, на самом деле не только против абортов, но и против экстракорпорального оплодотворения. Человек, который устраивает себе эту процедуру, одновременно убивает несколько своих детей. О, сурово. И остальные все там, в утробе матери, они разлагаются. Поэтому первые главные недели жизни младенца, они в общении с трупами своих братьев и сестер. Ну, что за бред? Что он несет? Ну, обыкновенное невежество, усиленное мракобесными фантазиями. Когда я надеялась стать мамочкой, мы исследовали тему ЭКО. Так, там не больше двух бластоцистов можно подсадить в матку. Уже достаточно... Хочет двоих детей? Два. Хочет трех, трех. Достаточно, но делают. Удается извлечь оплодотворенных и жизнеспособных яйцеклеток, как правило, единицы. Да и то не всегда. Неиспользованных замораживают, причем не только эмбриончиков, но даже яйцеклетки, которые просто хотя бы жизнеспособны и можно ими воспользоваться. Так как гиперстимуляция яичников – это процедура тяжелая и вредная. А выкидыш здесь тоже не исключен. Замороженные эмбрионы – огромная ценность. И даже просто яйцеклетки тоже. Поэтому их не будет никто утилизировать. Ну и, господа борцы против абортов. Если уж вы так любите эмбрионов, господа абортаборцы, ну что ж тогда вы молчите про тех малышей, которые вылезают из фалопьевых труб, не закрепляются в матке по каким-нибудь причинам, даже у здоровой женщины, и миллионами гибнут в унитазах и на средствах женской гигиены. Эх, жаль. Ну, батюшка, вы бы действительно хотя бы, ну пригласили бы вы к себе репродуктолога. Ну только настоящего, а не какого-нибудь, которого уволили за некомпетентность из клиники. Ну вот мы ходили к репродуктологам со временем компетентно в этом вопросе. Хорошая, кстати, у меня очень. Ну, батюшка говорит, а мы просто офигеваем над его репликами. А сейчас мы наглядно проиллюстрируем один из наиболее популярных мифов, который используют борцы против абортов. Это миф о великом множестве людей, якобы убиваемых абортами. Особенно в нашей стране, где только за сегодняшний день убито пять тысяч младенцев, а завтра убьют еще пять тысяч. Этот миф часто упоминал и отец Дмитрий, и другие аборт-аборцы в своих проговедях. Главная действующая сила этого мифа – подмена понятий аборт и убийство живого человека. Даже если признать, что человеческая жизнь начинается в момент плодотворения яйц в клетке, все равно прерывание беременности нельзя преравнивать к убийству рожденного человека. Хотя бы потому, что в социуме это две большие разницы. И на самом деле не только в социуме, а и в биологии. И сейчас мы это проиллюстрируем. Не факт, что жизнь начинается с момента плодотворения яйцеклетки. Об этом мы сняли отдельное видео «Благословские проблемы утверждения аборт – это убийство». Но для чистоты эксперимента согласимся с этим мнением. Пожалуйста, пусть человеческая жизнь начинается с этого самого момента плодотворения. Но даже если это так, то аборт не есть потеря обществом одной потенциальной особи. То есть один аборт – это не потеря одной особи. Да. Ну, сейчас мы сменим реквизиты. Вот мальчик, вот девочка. В общем, вот мальчик с девочкой повзаимодействовали. В девочке возник эмбрион. Такой маленький, хорошенький. Ну да, такой эмбриончик, у которого еще нет четко выраженной головы и груди, поэтому крестить его нельзя. Жаль. Пришел злой доктор со страшным инструментом и сделал аборт. Потом мальчик с девочкой опять взаимодействовали. И в девочке опять образовался эмбрион, который с момента плодотворения яйц клетки вроде как человек. Приходит страшный доктор и делает аборт. Жест. Но мальчик с девочкой продолжают совместно жить, взаимодействуют. И девочка опять беременет. Поскольку мальчику нужна девочка, а не ее так называемая личинка, то девочка опять делает аборт. Ну, они опять взаимодействуют. Ну и опять беременность незапланированная, которая оканчивается абортом. Угу. И куда столько абортов? Сколько можно? Ну, и это может продолжаться такая жизнь довольно долго. Итого мы имеем... Итого мы имеем некое число n абортов. n абортированных эмбрионов. В нашем случае n равно 4. Если хочется использовать иную терминологию, пожалуйста. n убитых в очлеве младенцев. Равное количество абортов. А теперь мы изменим эксперимент. Вот мальчик с девочкой повзаимодействовали. Девочка забеременела. Но не сделала. Не сделала аборта. Да. Не родила. Вот ребенчик утробит. Она говорит мальчику, что хочет оставить ребенка. Мальчик говорит, я тебя содержу, но я не хочу содержать личинку, которая будет орать и гадить. И не давать спать. Выбирай, он или я. Девочка посылает мальчика, куда обычно посылают. Мальчик уходит к другой девочке. А девочка рожает. Это на самом деле не аборт. А это, в общем, такой родился у нее ребеночек. Итого. Девочка называется мать-одиночка. Потому что мальчик принял к другой девочке. Это точно. Итого. Имея вместо н убитых в очреве всего лишь один рожденный человек. Ну и где эти четыре убитых, которые могли бы содержать тебя в старости, о которых вещают проповедники? Всего один зато не аборт. Мать-одиночка. Да. То есть вот, много убитых в очреве эмбрионов или же абортов, но в случае отказа один ребенок. Который не факт, что будет нас содержать. Ну это да. Тем не менее, все-таки один человек рожден вместо всех убитых эмбрионов. Каждая человеческая жизнь имеет ценности. Разумеется. Пока эта жизнь не начинает что-то требовать для себя. Например, дом, еду, одежду. Или хотя бы работу, где можно заработать на все эти материальные блага. Ну и естественно, борцам с абортом на это наплевать глубоко. Они защищают эмбрионы. А после рождения это уже не их задача. Пусть сам себя защищает. Если он может это сделать. А, ну да, после рождения это уже проблема матери. Родивай его, содержи как хочешь. Проблема матери, а потом еще проблема и самого ребенка, как себя защитить. И проблема государства, кстати, в пособии платить. Ну да, да. И проблема остальных детей, куда будет этот зато не аборт ходить. Потому что он родится какой-нибудь гиперактивный и будет всех бить. Да, жестоко. А мы продолжаем первый эксперимент. Значит, в какой-то момент происходит следующее. Девочка говорит, мне пора рожать. Мальчик говорит, а мне не нужны дети. Я тебя люблю, я тебя содержу, но я не хочу содержать личинку. А девочка говорит, это не личинка, это человек, а ты сам похотливый кобель. Мальчик говорит, пока. И уходит. А девочка, пока еще она в товарном виде, она находит другого мальчика. Который хочет стать папой. Да, они взаимодействуют. Возникает, опять же, веревенность. Но она не делает аборт, а она рожает ребеночка. Потом они опять взаимодействуют с другим мальчиком. Ну, с этим самым. Да, с этим мальчиком, да, с новым мальчиком. Да. Опять беременет. Это точно. И рожает еще одного ребеночка. Ну, при этом мы видим, да, получили... Ну, получается, что было у нее много абортов от предыдущего мальчика. Но в какой-то момент она повзрослела, нашла другого мальчика, с ним живет и имеет двоих замечательных детишек. Да, которых они вдвоем, имея материальный базис и разум, благополучно воспитали. И есть надежда, что эти дети действительно смогут их в старости содержать. Итого, получается, что в ситуации, если было много абортов, в какой-то момент решили рожать детей, то это предпочтительней, чем если бы она сразу послала своего мальчика, от которого в первый раз забеременела, не сделала бы аборт и была бы мать-одиночка. И с датони абортом на руках. Да. Но мы сейчас говорим не про Гайхи, а мы сейчас говорим о том, сколько могло быть рождено. Да, это точно. То есть много абортов, это никак не могли бы транслироваться в много детей. Это математика, это не социология, это не биология. То есть мы здесь... Всего лишь только математика. Да. Мы здесь не используем никакие общественные опросы, никакую статистику. Просто логика и математика. 10 абортов, это не 10 детей, которые могли быть у женщины, а это один ребенок, который мог быть у этой женщины. И после этого ребенка, у нее бы отношения с мальчиком прекратились бы, и она бы больше никого не рожала. А так она живет, беременет, делает аборты за счет того, что она находится с мальчиком в отношении. Так что совершенно другой процесс. Нельзя ни в коем случае говорить про убыль населения за счет абортов, потому что ее бы не было. Так, ну и в общем то, о чем мы сейчас говорили, активно освещалось в научной фантастике, посвященной теме перенаселения Земли. Ну да, в середине 20 века имел место быть резкий рост населения, который возник после популяризации медицины, в частности прививок. В слаборазвитых странах, где была высокая рождаемость и высокая смертность, в какой-то момент смертность сильно уменьшилась резко. Ну, благодаря прививкам во многом, которые очень не любят, в том числе и борцы с абортами. А получается, что борцы с абортами очень часто бывают еще и борцы против прививок. Интересно, почему так? Ну, возможно, это коррегация, возможно, есть какая-то связь, мы это не исследовали пока. Ну да, это только предстоит, работа большая. Например, такой писатель-фантаст Станислав Лем в своем романе «Футурологический конгресс» высказал мнение о том, что если рост населения будет продолжаться, через несколько веков Земля превратится в шар из человеческих тел, расширяющийся со скоростью света. Но это противоречит закону сохранения массы, откуда будет браться столько вещества, чтобы произвести все эти тела. Ну, вообще-то «Футурологический конгресс» — это юмористическое произведение. Вот научно образованным людям это было безумно смешно. Ну, прямо как нашим современникам смешна фраза бесплатной проститутки. Ай, проститутки! Ай, как ржачно! То, что мы показали на основе математики, подтверждается наблюдениями из биологии. Ну да, вопреки гипотезе, что бог дал зайку, даст и лужайку, почему-то в природе при увеличении популяции травоядных не происходит расширение кормовых угодий. Да, почему-то. А они съедают и вытаптывают все, что можно. И дружно откидывают копыта. Да, дружно откидывают копыта. Да, почему-то. Так, среди животных аборт и где-то убийство — это не редкость. В принципе, да, но аборт-абортцы говорят обратно о том, что рискуя жизнью своей, животные защищают своих деточек. Да, но делают животные это только в том случае, когда имеют достаточно ресурсов для выращивания этого самого потомства. А заодно и для обороны его, защищая потомство, зверь, как правило, не собирается погибать, а действует с целью прогнать обидчика и продолжать заботу о своем треплоде. А в неблагоприятных условиях животное может его бросить или даже сожрать. Что очень часто получается. Ролики вот были у нас на даче, там они жрали своих младенцев. Куры регулярно яйца расклёвывали. О, куры-то расклёвывали. Это я даже достала. Прикрыли, как меня еще не было. Да, яичница — это аборт, кстати. Аборативное блюдо. Если бы из всех яиц, которые на Пасху люди съедают, выупились бы цыплята, то вообще, наверное, Россия кормила бы всю Европу и всю Америку курятиной. И даже Азию. Да, да, это точно. А там много людей, особенно в азиатских странах. Ой, люди не пытаются. Но существуют экономические причины, которые этому препятствуют. Ну и в заключении рассмотрим картинку от медика просветительского центра «Жизнь». Здесь изображены две девочки. Одна бездетная, но успешная в сексе и в социуме. Другая многодетная и успешная на религии. К бездетной девочке прорисованы призраки абортированных детей. О-о-о! Подмена понятий тут такая, что, обратите внимание, эти призраки, они младшего школьного и старшего дошкольного возраста. Почему-то. Хотя аборты были на какой-нибудь еще до рождения. Конечно. Должны были бы вообще-то быть эмбрионы. На основании того, что человеческая жизнь начинается в момент начатия. Но это понятно, что на этом основании вот эти призраки якобы эту девочку преследуют. Вот только как мы показали на примере чашки и чайника, не было бы у этой девочки четырех детей. В сочетании с автомобилем и красивой внешностью. Как это изобразил художник. Отказ от первого аборта привел бы к тому, что она скорее бы на картинке заняла бы вакантное место попрошайки у храма с единственным ребенком на руках. Мы советуем нашим зрителям прокачивать свой разум научно-популярным контентом и задачками на сообразительность, чтобы не позволить пропаганде и социальной рекламе собой манипулировать. Мы хомо-сапиенсы. И с нами мозг. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо за внимание. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Делайте репосты. Если поставили дизлайк, пишите, за что дизлайк. Будем работать над ошибками. И мы с удовольствием рады пригласить на нашу встречу в прямом эфире какого-нибудь борца с абортами для интересной и конструктивной беседы и взаимного пиара. До свидания. Спасибо за внимание. А нам еще реквизит. Пить. Ой, какая вкуснота. Вкусно. Эх, понравилось нам на венчании пить из одной чашки. Да.